Привет, дорогие зрители! Ну что ж, вы все ждали твинка, вот он! Моему твинку ровно один день, и я вот сейчас зайду на седьмую арену, и сегодня выбью первую легендарную карту. Обязательно поставьте лайк, подбежитесь на канал, чтобы выпала лего та, которая именно мне нужна в процессе... Друзья, раскрою вам секрет, как заработать на гематике. В этом вам поможет приложение EdwardUp, в котором платят реальные деньги за выполнение самых простых заданий, таких как установка игр, просмотр видео и так далее. Деньги можно быстро вывести на вебмане, либо на мобильный счет и купить себе гемов. У меня за день получилось заработать 274 рубля. Для любителей халявы у меня есть специальный промокод HOLDIC, в приводе которого вы получаете бонус на счет. Ну и по такому же принципу вы можете приводить своих друзей и получать процент с их заработка. Ссылку, как всегда, оставлю в описании. Дерзайте, ребята, вы знаете, что нужно делать. Остального прокачивания этого аккаунта и прохождения разных арен. Мне надо спарки, друзья. Но, тем не менее, любой легендарке я буду рад, естественно, я ее буду использовать однозначно. И, ребятки, у меня еще в магазине вот такие вот сундуки с гигантами. Честно, я их вообще хочу открыть, но, судя по всему, если я зайду на седьмую арену, эти сундуки исчезнут. Поэтому я хзык, как быть, но на самом деле, на самом деле, не знаю. Просто я, вот у меня третий гигант, и, знаете, я пока не спешу его прокачивать. Хочу вот эту фишку именно с третьим гигантом попробовать зайти на восьмую арену. Или куда я смогу с ним зайти, я точно не знаю. Сильно я не горю желанием его прокачать. Я думаю, еще успеем. В общем, поставьте лайк, напишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Не забывайте голосовать за колоду, потому что колода еще до того момента, пока я иду до девятой арены, еще в ваших руках, как бы. Вы можете выбрать, я там три колоды на выбор сделал у меня на страничке в ВК. Обязательно добавьте меня в друзья и проголосуйте за ту колоду, которую вы бы хотели видеть на этом аккаунте. Потому что я ее буду в дальнейшем прокачивать и этой колодой играть постоянно. Ну что, поехали, друзья. Надо три победы, и мы будем на седьмой арене. И первая лего, это так классно. Это, конечно, не те ощущения, когда я выбил первую лего на своем основном аккаунте. Это тоже, кстати, была спарки. Моя первая лего была спарки. Вы не представляете, как я был рад. На то время, когда мне выпала спарки, она была такой имбой, что вам просто не передать. У кого была спарки, те помнят те времена. Это все, это изи 3000+. На то время 3000 это было много, потому что сброс кубков был до 3К. Не так, как сейчас до 4000. Так. Голем, да? Блин, а эти скелеты тоже нанесут много урона? Так, колдуна уничтожаем. Капец, сколько урона нанесли скелеты. Так, а как же быть? Как же быть дальше? Я думаю, что мы сделаем вот так. Вот так сделаем. Потом сделаем вот так. И закинем рейдж. Блин, рейдж не попал. Не попал по этому, по дракончику. Ну ладно, зато попал по принцу. Блин, он больше урона нанес. У него голем. Надо было тоже голема взять, по приколу. Хотя нет, мы будем играть с гигантом. Я выбрал колоду с гигантом, значит буду играть только с гигантом. Так. Ну это изи. Я надеюсь, стрелы убьют? Угу. Надейся. Просто смотрите, что происходит. Ох, жесть. Ладно, поехали. Гигант. Слушайте, надо на три короны идти. Надо идти сразу на три короны. Поехали. Потому что я не задефаю. У меня просто не хватит прокачки карт, чтобы мои вышки как-то держались. Они просто... У меня не хватит этого. Они сдохнут. Так. Ну что ж, забрасываем дракона. Потому что армию скелетов надо дефать. Рейдж. Поехали, рейдж. Сейчас будем просто все выносить. Ах, ты ж говнюк. Вот это он сделал хорошо. Но мы голема сразу зато убьем. Так. Гигант почти снес башню. Как же быть дальше? Как же быть дальше? Давайте, я не знаю, копейщиков здесь. Так. Что? Что? Не, ну реально, простите, что это? Какого лешего, а? Ты творишь? Просто угомонись, ну. Ну, угомонись, ну, пожалуйста, ну. Спасибо. Так. Ну все. На три короны идем, друзья. Поехали. Так. Вот так. Ха-ха, голема выбрасывает. Готовим стрелы. Блин, вот это лишь бы он орду мух не выкинул. И три короны. Давай, давай, давай. Хух. Опасные, опасные. Соперники стали подбираться. Надо стрелы прокачать, а то реально как-то не ок. С четвертыми стрелами. Давайте хотя бы на пятый уровень прокачаем их. Потому что, ну, блин, хочется, чтобы они убивали этот, как его. Дракона можно тоже на третий поднять. Но пока не хочу. Пока не хочу. Пока хватает этой прокачки. Если не будет хватать, то, естественно, прокачаем. Вот. Ну что, поехали дальше. Осталось две победы. И мы на седьмой арене. Поехали. Так. Снова седьмой уровень подбирается. Ну, окей. Так. Я очень... Мне нравится ту колоду, которую я на данный момент собрал. Естественно, ту, которую я запланировал, тоже мне нравится. Но она будет чуть попозже реализована. Потому что мне еще нужно выбить конкретные карты. Но вот эту деку, которую я собрал, она прям вообще идеальная. Заходит на разные случаи. Кстати, у меня шарик есть в магазине. Можно прикупить шарик, ребята. Шариком будет попроще. Так. Ну, тут мы сделаем так вот. Здесь вот так вот. И красиво принц, короче, байтится на другую сторону. Эй, эй, скелетики, куда пошли? Предатели, предатели, скелетики. Пошли, короче, на валькирию. Жаль. Очень жаль. Так, давайте. Оп, двух зайцев. Смотрите, как мы двух зайцев. Блин, ну, конечно, один заяц все равно пошел дамажить вышку. Скелетиков надо дефать или не надо? Да, я думаю, уже не стоит. Там уже чуть-чуть осталось. Тык, 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 тык. Нормально все. Так. Ну, опасненько, опасненько. Так, ну, надеюсь, теперь стрелы будут убивать? Да, теперь убивает. Отлично. Так. Как бы сейчас правильно поступить? Я бы хотел, конечно, дождаться его атаки от ДФЦ и перейти. Но у меня уже фул эликсир. Ждать я не буду, естественно. Потому что по элику тоже надо стараться быть в плюсе. Так. Пока он ничего не выпускает. У него, знаю, валька есть. У него есть ведьма. Давайте здесь выпустим дракона. Ух ты, блин. Так, ну ладно. Тогда вот так. И поехали. Просто в разнос. Давай, валькирия. Разноси всех. Под рейджем. Варвары восьмого уровня. Нифига он, короче, дает. Жесть. Так. Слишком много сплэша у него. Это меня напрягает немножко. Так. Ну, ведьму надо дефать. Потому что до хера урона пропущу. Гигантом отвлекаем. Я не отвлек. Сука. Ну все, я башню не задефаю. Ё-моё, пацаны. Это просто кошмар. Тихо, тихо. На трешку-то не иди, блин. Стрелы, 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 стрелы. Быстрее стрелы. Оп, хорошо. Рейдж, рейдж, рейдж. Давай, 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 давай. Надо, надо, надо сносить. Надо, надо, надо сносить. Сноси. Фух. Так. 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 Надо мага, мага дефать. Надо мага дефать. Тоже, блин, шестого уровня до хера урона наносит. Мини пека. Так. Друзья мои. Очень опасно сейчас. Очень. Надо как-то, надо как-то все делать грамотно. Поехали. Оп. Оп. Давай, 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 давай. Сливай, сливай карты. Красавчик, красавчик. Молодец. Ну все. Все. Это трешечка, пацаны. Это трешечка. Смотрите. Смотрите. Просто все. До свидания. Фух. Да что ж так сложно-то? Не, ну к седьмой арене реально уже посложнее. Это не шестая. Это не пятая. Тут уже и прокачка берет. И... Ну соперник слабенький. Но прокачечка, конечно, и колоды интересные очень. Прям. Я был удивлен. Сколько дефа у него-то. Варвары. Мини пека. Три мушкетера у него были первого уровня. Пять и три эликсира средняя цена. Крутая колода. В кавычках. Поехали. Последний бой. И седьмая арена. Восьмой уровень. Мега рыцарь нам подобрался. Золотая тьма. Какие красивые названия. Какой ник. Какой клан. Какой уровень. Ну давай, удиви. Удиви. Ведьму с краю карты. Так, таран. Окей. Копейщики. Фаербол летит. Ох, нормально, нормально. Держимся. Хок тычку даже не сделает. Закидываем принца. Так как два сплэш юнита на карте. Вот. Поэтому думаю, что сейчас никакая армия скелетов нам не грозит. Ну разве что миньончики. Ну даже там не орда, а три миньона. Минус башня. Вообще изи. А ну давайте попробуем три короны зарашить. Давайте наперед стрелы кинем. Вот так вот. Даем стрелы. Эть. Эх. Зря. Хотя че зря. Смотрите. Оставили 800 хп. 800 хп думаю добить даже тем же гигантам с копеечками будет не проблема. Но пока еще рано расслабляться. Мало ли вдруг он сейчас поставит пятого голема. Что я буду потом делать? Не, хотя в принципе голем пятый. Он пока дойдет. Пока тут я его дефать даже не буду. Просто пойду в атаку. Так, ладненько. Пека. Ну в принципе не страшно. Так. Валькирия. Давай сейчас нам самое главное ведьму уничтожить. Все, отлично. Слабенький. Слабенькая пека. Быстренько убили. И переходим в контур. Зап. Закидываем рейдж. Ну и надеюсь, что это все. Блин, миньоны немножко мешают. Давай, 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 давай. Еще, еще одну тыку. Еще последнюю тыку. Блин, не, мало, мало. Давай, ведьма. Все. Победа. Все. Седьмая арена, пацаны. Ровно. Не, ну не ровно за один день. Тут один день с хвостиком. Скоро будет уже два дня аккаунту. За два дня седьмую арену особо не донатил. Только спецпредложения, по сути. Но они тоже меня бустанули неплохо. Без них бы было сложнее. Согласен. Ни золота бы не было у меня, ни карт, которые мне нужны. Но теперь смотрите. Открывается перед нами Коргик, элитки, мегамуха. В принципе, нам с этой арены практически ничего не надо. Но самое интересное. Это вот. 10 баксов. Ой, остались вот эти сундуки. Короче, смотрите. Тема такая. Собирает этот ролик. 5 тысяч лайков. Вы пишите в комментариях, что вы хотите выпуск, где я буду фармить гигантов. Я открою все 5 сундуков. Если соберете 5 тысяч лайков. Это будет в следующем выпуске. Но в этом выпуске мы откроем вот этот сундук за 10 баксов. 50 тысяч золота. Ох, просто иди сюда. Просто. Не могу. Не могу пройти мимо. Донатим. Естественно. Естественно донатим. Это самое интересное. И перезахожу в игру. И ура. У меня открывается сундук. 3 600 золота. Ох, я обожаю этот сундук. Вы просто дайте мне его сюда. Давайте возьмем бочку. Так. Мини пека или башня бомбежка. Мини пеку возьму. Дальше. Копейщик или пушка. Возьму копейщиков. Так как с ними пока что играю. 200 штук. Хог или фаербол. Блин. Я знаю, чтобы вы бы взяли хогов. Но я с хогом играть не... Ну, и с фаерболом в принципе тоже не факт, что буду играть. Ладно, возьму хога. Возьму хога. Хотя с ним вряд ли буду играть. Но так как, смотрите, друзья. Скорее всего этот аккаунт я потом все равно разыграю среди вас. Хоть и прокачаю хорошо. Я думаю, что вы будете довольны, если у вас и хог будет... Ну, достаточно карт для прокачки. Да? Думаю, вот так вот. Нормально. Фриз или шарик? Ха-ха! Да! Попался! Шарик, иди сюда. 8 штук. Сюда иди. Ого! Держитесь. Соперники. Рэйдж 11 штук. Охренеть, пацаны. Охренеть. Давайте берем рэйдж. И самое-самое-самое интересное. Пууу! Первая легендарочка на моем аккаунте. Принцесса Линь. Да! 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 Я ее выбил! Ура! Спарки, пацаны! Я выбил ее! Я ее выбил! Ура! Вы не представляете, как я рад. Мне Спарки нужна, потому что я и буду играть со Спарки. Охренеть! Мне выпала та лего, которая нужна. Это просто сказка какая-то. Ну, все. Все. Просто капец всем. Да! Сюда иди. Я выбил ее! Я ее выбил! На Твинка! Я не знаю, что так я рад. Ну, друзья, я очень рад. Безумно рад. Ну, все. Берем Спарки в деку. Не, Принц не нужен. Здесь не нужен Принц. Нужен Маг. Нужен Маг. Мы его прокачаем, короче. Ох, друзья. Просто, ладно, колоду потом составлю. Мне бы хочется безумно уже играть. Пацаны, собираем кучу лайков. Я еще нафармлю гиганта. Запишу онлайн-каточки. И следующий или через один выпуск я уже буду на восьмой арене. Обязательно куча-куча лайков. Подписывайтесь и ждите новые выпуски. Боже, я так рад, что выбил Спарки. Потому что эта карта будет у меня в деке в дальнейшем. Спасибо вам огромное за лайки, за просмотр. Это благодаря... Вот чувствуется ваша энергия. Вы вот реально там в комментариях, может, написали хэштег дайхолдику Спарки. Я попросил у вас лайки. Не знаю, короче. Я верю в чудо. Спасибо всем огромное. Настроение реально крутое. Желаю удачи. Скоро увидимся. Больше лайков, быстрее выйдет выпуск. Всем удачи. Всем пока.